На Foreign Affairs в связи с этим была 20 июня статья большая «Китай готов к беспорядку, в мире Америка нет». Марк Леонард автор. И вот они как раз эти рамки противостояния этого описывают. Я кину ссылку сейчас в этот чат. Советую его почитать. И вот что он говорит здесь. Тут много комментариев китайских. И американских аналитиков. Он говорит, что Китай уверен, что США ошибаются в своем предположении о начале новой холодной войны. Соответственно, он стремится выйти за пределы разногласий в стиле холодной войны. Но это понятно, потому что Китай не хочет допустить лобового столкновения. Для него лучше, когда все в линейном ключе будет развиваться. Тогда он имеет шанс накопить больше ресурсов. И тогда уже лобовое столкновение будет для Штатов чрезвычайно опасным. Как выразился Ван Хунган, высокопоставленный сотрудник аналитического центра, связанного с Министерством государственной безопасности Китая, медвижется от центра периферийной структуры глобальной экономики и безопасности к периоду полицентричной конкуренции и сотрудничества. Ван и ученые-единомышленники не отрицают, что Китай также пытается стать собственным центром, но они утверждают, что поскольку мир выходит из периода западной гегемонии, создание нового китайского центра фактически приведет к большему плюоризму дичьям, если бы это был просто китайский мировой порядок. Многие китайские мыслители связывают это убеждение с обещанием будущего множественной современности. На самом деле, это такими цветастыми словами. Китайцы подчеркивают, что мы белые и пушистые, мы за мир во всем мире. Не трогайте нас, но по ходу это не мешает им выйти за рамки экономической политики. Вот что он пишет. На протяжении многих десятилетий взаимодействие Китая с миром носило в основном экономический характер, а сегодня дипломатия Китая выходит далеко за рамки вопросов торговли и развития. Одним из наиболее ярких и поучительных примеров такого сдвига является возрастающая роль Китая на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы помним все эти договоренности саудитов с Ираном, которые вывели Китай в более тяжелую лигу в этом регионе. Поэтому китайцы маневрируют, 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 еще раз маневрируют. Они не хотят подставляться, поэтому они и стараются с американцами коридоры не закрывать, двери не закрывать, точнее говоря, чтобы... Это будет сделать очень сложно, на самом деле, учитывая уровень взаимозависимости от экономики и те тенденции, которые мы сейчас наблюдаем на снижение взаимозависимости. Это ведь не делается за один день. На это все необходимы годы, годы и годы. Поэтому никаких резких телодвижений от китайцев ожидать не стоит. Даже вот сейчас по их риторике, если когда министром иностранных дел был Иван И, вот это появилось, это термин дипломатия боевых волков, и представители китайского мира всегда очень резко реагировали на любые комментарии, любую критику со стороны Соединенных Штатов Америки. То сейчас, вот, например, со стороны Цинькана риторика довольно умеренная, скажем так. Дипломатия боевых волков, кажется, медленно, но верно уходит в прошлое. Хотя вот Иван И на встрече с Блинкином все-таки придерживался довольно жесткой линии, был довольно, можно сказать, агрессивен в своих высказываниях. Он высказал Блинкину, что не надо на нас накладывать ваши шаблоны. И тот факт, что Китай стремится развивать свою экономику, абсолютно не означает, что Китай стремится к мировому господству, то есть как вот Соединенные Штаты в свое время. Мы себе спокойно, тихо, мирно развиваемся. Да, мы, конечно, хотим, чтобы наш политический вес соответствовал нашему экономическому весу, но это вовсе не означает, что мы тут стремимся кому-то навязать свой миропорядок, который они, на самом деле, не могут навязать, потому что Китай — это цивилизация, и попытка вот китаизировать мир, скорее всего, будет очень неудачной, как вот произошла вестернизация, да, вот американская культура очень прочно вошла в нашу жизнь повседневную и во всех странах, то вот относительно Китая это будет сделать очень сложно. Поэтому Китай продвигает вот эту концепцию сообщества единой судьбы и мирного сосуществования со всеми странами, если Зинппин говорит, потому что, ну, не бывает плохих стран, просто каждая страна, как бы все страны разные, каждая страна хороша, страна хороша по-своему. Поэтому их раздражают вот эти вот интенции со стороны Соединенных Штатов Америки, и вот эти все ремарки относительно прав человека, в том числе и касательно уйгуров, например. Там, безусловно, очень сложная ситуация в Синцзянь-Ингурском автономном районе, и там происходит геноцид, но китайцы вот пытаются, все это критики отмахнутся, мол, это наше внутреннее дело, отцепитесь, пожалуйста. Вот. Поэтому Китай занимает скорее более выжидательную позицию сейчас, и, безусловно, очень невыгодно какие-то резкие движения делать относительно Штатов. И то, что я сейчас наблюдаю, это попытка очень аккуратного и нежного такого вбить клин между США и европейскими союзниками. Ли Цян, кстати, премьер-министр КНР сейчас находится в своем турне в Европе. Вот он побывал в Берлине, в Германии, в Берлине, в Мюнхене. Сейчас он находится в Париже. То есть две ключевые европейские экономики. С Францией вообще отношения развиваются очень и очень благоприятно для Китая. Это мы могли судить по визиту Макрона, который произошел в апреле месяце, если я не ошибаюсь, весной этого года. И Макрона приняли очень тепло, даже гораздо теплее, чем Урсула Фунберляйн, которая была в то же время с Макроном в Пекине. Поэтому ключевой вывод – стороны готовы к коммуникации, потому что понимают, что это все-таки их ответственность как глобальных государств. Но в то же время более агрессивные взаимоотношения мне выгодны, потому что существует огромное количество внутренних проблем, которые нужно решить. Для Китая это стабилизация развития экономики, для Штатов это в том числе и подготовка к выборам, которые состоятся в следующем году. Поэтому на ближайший где-то год-полтора, если все-таки состоится встреча с Си Цзиньпином и Байденом, можно будет немного расслабиться и сделать вывод, что ухудшение дальнейшего отношения не произойдет. Но, как я уже сказала, конфронтация между Штатами и Китаем – это наша новая реальность, это новая холодная война, в которой нам предстоит жить еще несколько десятилетий, так точно. Продолжение следует...